Присутствие торта будет труднее немножко слушать ответное слово. Я скажу несколько слов недолго. Что я чувствую сейчас? Это в Ясапуджи, это праздники. Два чувства есть. Очень мощное очищение, с одной стороны. Было могущественное прославление Гуру Парампары. Прочитано было много священных мантр. Было очень много бхакти выражено в словах, в чувствах. Поэтому я чувствую это очищение, присутствие Гуру Парампары. Очень важно быть связанным с Гуру Парампарой. В этом экстазе, счастье, служении. В день Ясапуджи мы чувствуем праздник присутствия Гуру Парампары. Все представители в Ясе здесь присутствуют. Потому что было очень много выражено бхакти, служение, суммировано в течение года. То есть такой как бы концентрат, особое такое, знаете, сгущенное молоко, или вареный, или леденец, такой вот бхакти. Можно даже было ощутить прему. Такую безусловную любовь, просто любовь, такая сила очищения в духовных праздниках. И это лучший, конечно, лучший праздник в моей жизни. Я огромную благодарность выражаю всем преданным, кто это сделал. Их преданности, их любви, их энтузиазму. Тут даже всю ночь стучали молотки, я слышал. Все, делали до последнего дня, минуты, похоже. Меня это восхищает, меня это удивляет, что с другой стороны Парампара продолжается, она также уже в моих учениках тоже каким-то образом проникает туда. И, конечно, это мистический процесс, потрясающий. По милости моего гуру Махараджа, одухотворяются и мои ученики тоже. Это особое счастье для меня видеть их духовную, как бы, зрелость, рост. Эта сторона счастья очень сильная сегодня. И есть еще чувство, которое перемешивается к этому. Ученики склонны прославлять свою гуру, конечно же, иногда сверх меры. Они могут быть убеждены, что гуру Махабхагава-то, что-то в этом духе. Есть, знаете, такие разные породы собак. Выставочных. Обычно они все очень красивые. Выставочные собаки у них, там, причесанная шерсть или короткая шерсть, или, в общем, какой-то порядок. Но есть одна собака на выставке, у которой шкура не по размеру. Она большая очень. Видели таких выставочных? Вот сегодня я такая выставочная собака, у которой шкура не по размеру. Все это висит. Потому что много было сказано. Если в мой адрес, то это, конечно, было слишком много. Однако, однако, это чистота сердца. То, что мы слышим, это нужно принимать всерьез. Что было сказано от чистого сердца. И это, как бы, ну, для меня, для меня стимул становиться лучше. Я должен становиться лучше. Я должен пообещать, чтобы продолжать свое служение, улучшать свои качества. То, как вы это видите, как вы это хотите. Вот, я должен стать таким, как вы вот хотите именно. Гуру — это вечный доброжелатель своих учеников. Ученики также, они преданы духовному учителю. Это взаимно. Таким образом, мы растем вместе. Меня это чрезвычайно радует. Я хотел кое-что прочитать из комментариев про упады. Интересный момент, что касается духовной преемственности. Это его комментарий из Шримадбхага. В этом из девятой песни. То есть, я даже стих читать не буду. Немножко комментария. Здесь пропадает в этом контексте важное слово ГОТРАДЖА. Браманы, являясь духовными учителями, обычно принимают учеников не только следующих по цепи ученической преемственности, не только следующих по цепи ученической преемственности, но и связанных с ними кровным родством. Интересный момент пропады затрагивает. Кровное родство — это тоже ученическая преемственность. И те, и другие ученики принадлежат к одной и той же ГОТРИ, или династии. И духовная династия, и кровное родство — то же самое. Это также та же преемственность. В прошлом так было. Разницы не было. То есть родословные были вседуховными. В ведическом обществе мы иногда сталкиваемся с тем, что браманы, кшатрии или даже вайши входят в одну и ту же ученическую преемственность, являясь учениками одного риши. Поскольку ГОТРА и династия одно и то же, нет разницы между учениками и членами семьи, связанными кровными узами. Такой порядок действует в Индии и сейчас, особенно в случае заключения браков, когда принимается во внимание принадлежность к определенной ГОТРИ. Здесь слово ГОТРА, ДжА, относится и к членам одной династии, и к ученикам одной ученической преемственности. То есть очень важно понять сейчас для нас с вами, как для духовной семьи, что в нашей духовной семье очень много грехаст, у которых уже есть кровное родство, с вами детьми, рожденные в семьях преданных, и все эти преданные грехасты, на самом деле, это духовные учителя в той же самой преемственности. Очень-очень важный момент. Пытайтесь понять это все. Это значимость семейной жизни, которая здесь пропадает описывает. Насколько важна семья в этом смысле слова. В другом смысле, она просто майя, это серьезное препятствие, но в этом случае, посмотрите, это прибежище всех духовных традиций, и религии. Это огромная ценность. То, что мы можем оккультировать сейчас с полной ответственностью, принять на себя эту ответственность, быть отцом, мужем, женой. В этом контексте сегодня я размышлял, просто видя всю эту церемонию, потрясающую, как на высших планетах. В чем моя удача? Я не могу считать свою жизнь неудачливой в сознании Кришны, не могу считать такого. Нет. Может быть, она несовершенна еще, но она, конечно же, удачлива. Но потому что есть ашрам, очень важно быть вашими. Не обязательно в грехах сказать ашрам, может быть, брамачарь ашрам, но нужно быть вашими. Ашрам — это уклад, духовный уклад, который помогает нам, поддерживает нас в этой духовной жизни, которая нелегка. И мне посчастливилось быть в своем ашраме. Это хороший ашрам у меня. Очень благодарен, потому что жена, она предана на 108% и мне, и Кришне. Сколько она сделала за эти годы в сознании Кришны, сколько она делает для моих учеников, это ашрам, понимаете? И я как бы вот пользуюсь вот этими хорошими условиями. Ну а сколько мне дали преданные в Исконе, когда я пришел, сколько любви. Я не могу измерить это. Обо мне заботились все старшие преданные, когда я пришел. И также, сколько мы читали книг про Уббады, и всякий раз наставления про Уббады возвышали нас до сознания Кришны. Всякую встречу, каждый день, когда мы встречались, мы читали книги про Уббады, всякий раз мы приобретали сознание Кришны. Какая поддержка мощная, Ачариев, семья, Ачари, общество преданное. Он видит, как много ценностей дается нам. Я бы хотел, чтобы мы ученики воспользовались всеми этими возможностями, любыми ашрамами, книгами про Уббады, общением. Просто нужна любовь, доброта друг к другу, любовь к Кришне, любви всевозрастной покорной, кто откажется от любви. И, конечно, наша любовь должна быть в знании. Нужно читать книги про Уббады вместе, всей семьей, также воспевать, чтобы это был интерес семьи, интерес любого ашрама. Не так, что в семье только о деньгах говорят и о личном счастье. Нет, про Уббады говорит, это грехометхи ашрам, зачем? Грехометхи он и не ашрам, грехасты ашрам, духовный ашрам. И вот рассматривая свою жизнь, вот эти удачные стороны, я отмечаю это, что у меня очень хороший ашрам, хорошая жена, у меня хорошая дочь преданная, у меня мать преданная, прекрасная. Для меня мать, божество моя. Это все поддержка. Раньше я этого не говорил, я стеснялся говорить об этом. Но сейчас сегодня я говорю, потому что растопили сердце сегодня, как никогда, особенно вот старший предный, когда говорили, я не было слов и не знал, как быть вообще, все вот старший предный, когда говорили, у меня дар речи отнялся просто. Потому что столько любви, столько бахти, столько зрелости, столько духовной силы в них. Счастье, счастье находиться. И когда между нами устраняется зависть, мы будем счастливы все. что гуру Парампара, они все уже освобождены. Мы просто организовываем здесь все так, чтобы они с нами присутствовали. И все. И все. Потому что пока мы здесь, в материальном мире, могут быть какие-то несовершенства, неудачи, разочарования. Всегда будет сопутствовать эта линия. Здесь мы чувствуем счастье, поскольку это духовный мир. Но мы вернемся, мы снова соприкоснемся с трудностями материального существования. Неизбежно. Но давайте пригласим гуру Парампару. Давайте будем ближе к этому. Развивать позитивный ум, дух служения, меньше критики, меньше политики, больше сосредоточенности на главном. Что же главное? Служение в Айшнавам, воспевание святого имени, джи-ва-дой, распространять это счастье, это любовь к Богу. Столько, столько милости в этих процессах. По милости, говорится, в Айшнавов, можно хромому гору перейти, а немому стихами говорить. То, что сегодня я чувствую, два этих настроения и вот этот момент, что касается нашей Готры, нашей семьи. Кришна говорит об этой преемственности Бхагавадгити, имам Вивасвате, югам, то есть он говорит, что это знание передавалось с Бога Солнца, Вивасвана, кому? Его сыну, Ману, сыну, кровное родство. Ману передал Кшваку, своему сыну, кровное родство. И так, Кшваку передал своим потомкам. Это все передавалось в семьях, так образовывались династии. Я думаю, что Искон должен создать такую большую династию и духовную, и семейную, которая не будет отличаться друг от друга, не будет противоречить друг другу. Весь Искон это как один будет ашрам духовный, счастливый ашрам в разных укладах, но все люди могут быть счастливы в единой культуре Бхакти. Мы ждем того момента, о котором говорил Господь Читания, что он затопит все миры, затопит прямой. Мы ждем этого, когда же мы объединимся в один ашрам духовный. И этот процесс на наших глазах происходит по милости Маха Прабу, по милости преемственности, гуру преемственности, по милости всех Ваишнавов, Святой Дхамы, книг Праупады. Это так много дано нам. Это происходит на наших глазах. Мы свидетели этой трансформации. Взрождается новая цивилизация, то есть возрождается, так скажем. Взрождается, но возрождается, она была когда-то. Как сказал Прохладный Сим Хабрабу, что нужно было все забыть, чтобы начать все заново в России. Все было забыто, чтобы начать заново. Теперь как будто что-то новое представляется. Новая надежда. На самом деле надежда у нас есть, поскольку преемственность работает. Это великая надежда. Что на самом деле, на самом деле все желания, все предсказания Маха Прабу исполнятся и желания Праупады исполнятся, что будет варнаша Мадхарма, что люди будут духовно счастливы. Огромное спасибо за эту мою реализацию сегодня всем, что совершили такое великое служение в этот день. И мы все с вами получили благо благодаря этому служению. Вот торт я съем сам, похоже. Не такой уж и на большой со сцены. Это на стенах сравнить с теми, что присутствует. Его почти ничего нет здесь. Только на один зуб. Хотя заносило 12 человек, да? Ну, я надеюсь, что всем должно хватить по кусочку. Говорю, Чанлика, пожалуйста, иди сюда, будем раздавать торт. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok